Младший из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, снова изменил версию. Его сообщник в настоящее время находится вне имени Сербского, куда доставлен для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме в очередной раз изменил свою версию. Теперь он признает вину в чудовищном преступлении, сообщили в общественной наблюдательной комиссии по защите прав заключенных в Москве после посещения арестованного в Бутырке. 24-летний Вадим Беляков сказал в ходе беседы, что вину в предъявленном обвинении признает. По его словам, ни в Костроме, ни в Москве его не били и не пытали. По словам арестованного, их с подельником содержат в одиночных камерах, так как опасаются за их безопасность в общих камерах. Вадим также рассказал, что учился в коррекционной школе, после окончания которой работал грузчиком и подсобным рабочим. Он уточнил, что в Москву их этапировали в прошлую субботу для проведения судебно-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Его сообщник уже доставлен туда из Бутырки. Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал косить под дурачка. Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребенка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался подарить ребенка для утех своему молодому сожителю. Подписывайся на канал, дальше будет еще больше интересных видео. А потом зацени классные футболки на Wildberries. Редактор субтитров А.Семкин